Субтитры делал DimaTorzok И на морде у меня прыщ выступил или выскочил, как там правильно. Я в кусты морду засунул, а кусты оказался ядовитым. Теперь у меня рожа некрасивая. Я вообще не хочу что делать. Я уже там надел целую кучу всего. Сейчас вот кепу заткнул, надоело мне. Вот, блядь, сколько я надел. Вот, посмотри, вот. Видишь, не опубликованное еще все. Неделю сидел это все делал. А теперь хочу расслабляться. Тебе нравится, моя мальчик? Нравится. Вот какая хорошая. Я вообще буду спать. Я сейчас найду Жанну Мишель Жаре. О, чтоб всем было плохо. Совсем скучно. Или Pink Floyd. Вот, вот, говорю. Чтоб еще такое сделать. Убирать тут не буду. А, я компьютер сделал апгрейд уже. Ну и все, мне уже делать нечего. Буду спать. А эклерчик будешь? Какой эклерчик? Который я пеку. Ну что ты там печешь? Эклерчик это пирожное, которое продается в магазине. Ну что, его дома нельзя спечь? Ну, можно, наверное. Ну вот. Ну что, продать в магазине? Деньги будут. Ну, он же жирный, он вред. Вредный, да. На деньги полезный. Ну, кто-то пишет. Вадим Герасимов пишет. Пусть пишет. Спать. А вот сегодняшний улов. На, друг, не надорвись. Вот те самые крабы, которые мы купили. Красавцы. Извините за шелик. Это не я, это бумага. Действительно похоже на пауков. Рыбкой попасть. Я их хочу, так как они уже готовы, красные. Хотя они, как говорится, в молодости тоже красные. То есть они, даже когда сыры, они такого цвета. Но эти конкретно готовы. Я их положу сюда. Это будет у нас типа пароварки. И я так думаю, что есть смысл их раскрыть, чтобы они быстрее приготовились. Сейчас я посмотрю, что у них внутри. Ну, их вскрыть не так легко, как обычные крабы. Ну, постараюсь. О! Ну да, они так становятся и меньше. Они быстрее прогреются. Сейчас они из холодильника. Но наша задача их просто разогреть, чтобы они были вкуснее. Хотя эти крабы вкусные и в таком виде. Вот я, наверное, их вот так и положу. Да, это будет тут у нас один. Здесь будет еще один. Наверное, легче, если их поддеть немного. Потом. Ну, в общем, смысл такой. Очередной полдник. О, какой хороший полдник. Здоровый. Там у нас идет сейчас веселый футбол, финал. А мы едим это. У меня тут есть ракушки. Ну, и, как всегда, картошка, салат и всякая фигня. Только что поймал на удочку целый завтрак. То есть, в чем прикол? Мидия. Мидия. Устрица. Мидия. 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 А где-то я здесь видел... Был... О, клюет. Фигня. А где-то я тут видел гребешок. О, гребешок. Вот он. Просто он грязненький. Вот. Прямо можно на сковородку. Ну, для китайцев есть еще парочку червячков. И вот еще. Это коралл какой-то. Прямо трубка такая. Ну, вот. И какая-то обычная улитка. Но она, походу, пустая. Или там закрыта. Не знаю. И даже есть вот салатик. Вот такая вот прикольная штучка. Вот еще салатик. Какой-то странный на ощупь. Как вельвет какой-то. Ой, вельвет, я сказал. Нет, а как он называется? Это велюр. О, как сидение велюровое. Что-то я уже заговариваю. Ну, какая. Здесь, небось, живет какая-нибудь царевна. Мелкая. А жемчужинка там есть? Наверное, есть. Но ты этого не узнаешь. Ну, вот. Жемчуг выкинул. Не будет тебе жемчуг. Очередной ужин. Вот, друзья, смотрите. Ну, это понятно. Это моя кола со льдом. Из чуть-чуть виски. Сегодня не пивной день. Крабы. Они такие по размеру не скромные, в общем-то, довольно большие. Тарелка большая. Ну, картошка в соли сделана. Специальный рецепт. Получается, как примерно, как вот на костре в детстве. Пекли картошку по вкусу. Потому что соль вытягивает влагу. Ну, тут масло. Это у жены ее чай. Теперь приступаем к ужину. Наш снайпер, которого мы выловили в видео, просто рыбалка в Редклифе. А готов. Ну, как готов. Он был вчера замаринован. Положим в холодильник. Теперь он. Вот он. Сейчас будем его готовить. Приступаем. Так. Мне надо взять противень сначала. Бери, кто тебе мешает. Бери. Бери сначала в противень. Стелим бумагу. Нарезаем лимон. Выкладываем рыбу сюда. Сейчас сначала порежем. Стелим лимон. Нарезаем бумагу. Да. Так. Лимон. Кусточки уберем. Кусточка самая вкусная. Да. И наклейку уберем. Лимон. Наклейка тоже ничего. Что написано на наклейке? Лимон? Лимон. Правильно. Написано на лимон. Пусть торчит. Пусть торчит. Так. Делаем небольшие надрезы. Так, чтобы не повредить кости. Чисто вот кожу с мясом. Три надреза. Чтобы она быстрее продвиглась, во-первых. Во-вторых, тоже туда попадет сейчас масло и лимонный сок. Она будет нежнее от этого и вкуснее. То есть ты можешь повредить кожу и мясо, но не повредить кости? Да. Да. Кладем его. А тебе не кажется, что он на меня смотрит? Конечно. Он на меня вчера смотрел, когда я его мариновала. Ладно. Хороший, милон. Да. Переворачиваем. Делаем то же самое с другой стороны. Теперь он точно на меня смотрит. Смотри, кости не повредит. Не повреженные. Это только мясо. Есть поврежденные кости. Плохо. Да. Ну сколько мяса у него, слушай. Музык, он же вроде как почти полметра длиной. Да. Если от кончика хвоста, правда. И последний кусочек. Все. Можно отправлять в духовку. Ну, на такую рыбину, наверное, 40 надо. Ну, что сделать? Готово для духовки. Духовка уже нагрета. Подожди, мне нужно показать процесс помещения рыбы в духовку. Что это за пакеты? У нас пакеты от магазина стоят. Ну, так. Так. Просто мы спешим, мы только из магазина пришли. Нам нужно поставить рыбу, а потом уже разгребать пакеты. Так, рыба стоит. Все, тогда ждем. Ждем рыбу? Да, там колышется, колышется, камыш. Вот, включена камера. Теперь делай, что хочешь. Достоял рыбу? Зачем? Пусть там лежит. Так как же, она сгорит? Ну, не сгорит, выключи духовку, не горит. Тогда остынет? Ну, остынет, да. При выключенной духовке все остывает. О, какая у нас шикарная рыба. Шикарная рыба. Так, встань сюда. Да, но она что-то на меня смотрит. Мутный глазок. Да. 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 Продолжение следует...